И еще один духовный символ Беларуси получил шанс на реставрацию. Многие годы вопрос о восстановлении Каложской церкви не давал покоя покровителям и почитателям этого архитектурного памятника. В этом году Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении из Фонда Президента по поддержке культуры и искусства средств на финансирование творческих проектов. Речь идет о трех объектах, среди которых и Каложа. Величественная постройка датируется XII веком. Кстати, Полина, неделю назад я был в Гродно. В очередной раз приехал посмотреть на Каложскую церковь. Действительно уникальнейший памятник нашей культуры. А главное, какой вид на город оттуда открывается. Да, ведь эта церковь находится на крутом берегу Немана. Но в этом и проблема. Из-за оседания грунта, вымываемого рекой, есть постоянная опасность обвала святыни. Подобная трагедия уже случалась в 1853 году. Тогда обрушилась южная и часть западной стен. Потом исчез и южный алтарный объем. От того самого каменного сооружения 800-летней давности сохранилась лишь половина церкви. Вторую достроили в конце XIX века из дерева. Предполагалось, что временно. Однако в таком виде Каложа стоит и сейчас. Хотя и это не совсем так. Какие тайны годами хранила свята Бориса Глебская церковь? Прямо сейчас расскажет Ольга Медведь. Мы же, Максим Угляница и Полина Шуба на этом прощаемся с вами. Увидимся в главном эфире. Счастливо! На стенах помника архитектуры 12-го стагодзя середневековый мурал, взробленный кемстис-проходжан. По инших догадках, это мог быть выпадковый подорожный. Некий прихожанин, таинственный, нам неизвестный, он оставил вот такой рисунок о своей конкретной жизненной ситуации, которая случилась с ним, может быть, в XIII веке, может быть, в XIV. Она находится в тени и ее увидеть невозможно. Не зная, что она здесь есть, просто прийти и увидеть ее очень сложно. Знайшли немудрогие листы маленок подчас вывучения фресок, якие таксама стали открытем. Нияких звездок про тое, что у каменной Святобориса Глебской царкве исновали живописные выявы у техницы настенного роспису, до нашего часу не захавалася. После снятия верхнего пласта покрыття у одной из ниш, якие размещаются у стяне XII стагодзя, выразно стали бачны силуэты двух святых. Их нимбы и рослинный орнамент, який упрыгоживает арку. Предполагаем, что во всех остальных нишах, скорее всего, тоже могут быть фресковые росписи, правда, они немножко старше. Если храм датируется XII веком постройки, то эти фрески век XIV. Каб святыня, которая наполнена множеством таямниц, заховывалась и еще стагодзями и снова не опынулась опорушенной Неманом, было выращено крутый, так званный Каложский берег, умоцовать. Каб позбегнуть по уторных опоузню, у сгорок не повинен становиться тяжей. Исновал вариант выкарастовывания сучасных будматерялов, пеноблоков. Але при повышении узровня воды их бы так само змыла. А брали больш трывалы планпроект. Тады по металличных венах под Каложу заливали цемент. Гэтая железная пали бачны и зараз. Цемент идет туда, закачивается, а давление не показывает, что где-то что-то наполняется. И они даже говорили, а может мы подсебный код закачиваем, который на другую сторону Немана ведет. Вот и такое было. В конце концов, все-таки эта стрелочка показала, что давление идет, и закачали. Дивная история тычется и самой прибудованной стены. Кали глядеть на Каложу с улицы, драуляный корпус стоит прикладно на том историческом месте, где с 12-го стагодзя до дня трагеды размещалось родное цагляное сбудование. Але унутры можно звернуть увагу, что отлеглость от колонны до пауночной стены Каложи значна больше, чем на параллельном боку. Драуляная стена конца 19-го стагодзя, якая по меркованях заставалась некранутой до наших часов, хавала у собе целые эпохи. В связи с започными доследованиями высветилося, что в послевоенные годы мясцовые жахары своими силами робили тут ремонт. У атеистичные часы, коли изменялась призначение святыни, внутри добудовывался новый умыцовальный пласт. Таким чином, за вытреманной часом драуниной, схаваны еще три этапы отновления Каложи. Замест необходимых 25 сантиметров тушчиня стены складая 80. Помник архитектуры 12-го стагодзя был и музеем атеизма. У советские часы. Тады зусім нетрывалую конструкцию утепляли керамзитам. Пасля царкву передалива уладання музею истории религии. Адгэтуль ясше один слой – минеральной ваты. Але не глядячи навод на такое узмацненне, адносно каменной частки храма, драуляная не пройшла проверку часам. Миновита гэта палова Каложи маю патрэбу у обнауленні. Сакрет, який прибудованная стена заховывала годами, открыли подчас доследованию, промеркованных ремонтным працам. Яны пройдуть ухудким часе. Внизу вскрыли стену, оказалось, внизу все гнило. И уже вот нижняя обвязка, на которой стоит каркас этой стены, она гнезнила. Мало того, мы обнаружили, что в этой стене материалы, которые уже 60-е годы послевоенные. То есть это никак не родные материалы. Ремонтные работы, которые связаны с поддержанием технического состояния храма. Ни о какой реконструкции сегодня мы, конечно, речи не ведем. Было представлено проектное решение, которым предусмотрено сохранение существующих конструкций этой стены с заменой только деструктированных элементов. Каложу уже давно называют драулянокаменной, хоть перший материал и чужий для старожитных артефакта. Но больше чем за 100 годов прибудованная стена и сама стала помником архитектуры. На стыку 19-го и 20-го стагоди удраулянную стену узводили як часовую. На той момент это было одним вертаванием. Храм стоял вот так открытыми руинами. И, конечно же, когда люди зауважили, что начиная протягиваться вот это разбурение, худенько приняли решение скласть вот эту драулянную стену и крышу, для того, как не допустить разбурение всей церквы. Поделенная на «да» и «пасля» трагедии, каложа и далей будет стоять у драулянокаменным выконанни. Теперь минавито такияе выгляд з'является историчной каштоунастю. Паглядеть на Святобарыса Глебскую царкву, аналога, у якой нема не устарожит на русским, не в балканском дойлитстве, приезжают верники усих конфессий. Уголовным эфиры Вольга Мядзведь и Юры Сахадзе.